Всем привет, с вами Голодный и мы продолжаем играть Demon's Souls. В прошлой серии я так быстро эвакуировался, что забыл вам в конце показать, где находится в локации 5.2 первородный демон. Находится он там же в болоте, в закутке, где полно москитов, перед тем, как подниматься на мостик к мечу лунного света. Но убивать его было совсем не обязательно, так как у меня уже и так есть три бесцветные души демона, и этого достаточно для того, чтобы изучить нужное нам чудо. И, наверное, вы думали, что в самом начале серии мы пойдем добивать Болитарию, но я решил, что я для начала добью вторую локацию. Соберу там все монеты и убью темного духа Скирвера. Но, чтобы собрать монеты, нам нужно, конечно же, расколоть этот мир. После этого отправляемся в локацию 2.2, в город Тоннель. И теперь нам нужно спуститься в самый низ к Лавовому озеру. После того, как мы спустились вниз, нам нужно пройти отсюда вправо. Нужно никого не убивать. Здесь есть маленький островок посреди лавы. И под одним из камней находится как раз эта самая несчастная керамическая монета. И теперь нам нужно зачернить вторую локацию. Для этого проделываем все тот же трюк. Умираем в физической форме 7 раз. И после того, как мы зачернили второй мир, отсюда можно увидеть первородного демона. Давайте хоть раз воспользуемся латунным телескопом. Чтобы до него добраться, нужно спуститься на вот этих вот лифтах в самый низ. И вот он там, красавец, внизу обитает. Убивать мы его, конечно же, не будем. Это поднимет нашу тенденцию. И нам нужно опять будет использовать каменный бесплотный глаз. У нас и так их осталось всего лишь 7 штук. И они нам еще пригодятся для того, чтобы чернить первую локацию. И теперь мы можем сходить забрать монету во втором мире при чисто темной тенденции. И монета находится в том самом месте, где мы дергали рычаг, чтобы запустить водное колесо и остудить лаву. Находится это место сразу после вот этой коптильни с огненными ящерками. Здесь нужно спуститься вниз. Наверное, желательно убить этих собак. И она находится вот здесь, посередине, среди этих вагонеток. Внутри этих ящиков. И вот теперь уже можно выйти из расколотого мира. Во второй локации нам еще осталось одно тело. Убить темного духа Скирвера. Нам нужно опять в локацию 2-2. Чтобы избежать лишних потерь жизни, лучше поставить кольцо кошки. Спускаемся вниз. И здесь нужно буквально 2 раза упасть. И вот именно здесь можно наблюдать темного фантома Скирвера. Чтобы проще с ним расправиться, нужно поставить кольцо вора. И как раз задействовать Ядовитое Облако и Облако Смерти. Подойдем как можно ближе. Достаточно близко. У него начала сниматься жизнь. Колдуем еще и параллельно Ядовитое Облако. Жизнь снимается еще быстрее. И после этого вы можете просто стоять спокойно и наблюдать, пока у него не закончится вся жизнь. Но! Если вы убьете его таким способом, то вы не поднимете тенденцию своего персонажа. А это нам очень важно для того, чтобы взять кольцо друга, которое дает увековеченный при чисто белой тенденции персонажа. Поэтому, как я уже говорил в прошлой серии, нужно нанести ему последний удар, используя обычное оружие. Поэтому у вас есть два варианта. Либо подождать, пока у него останется мало жизни, и рассчитать так, чтобы он был убит вами, а не Ядовитым Туманом. Но в этом есть небольшой риск, потому что вы можете мечом его ударить и оставить ему, допустим, три жизни, и эти три жизни добьет Ядовитый Туман. И тем самым вы не поднимете себе тенденцию персонажа. Либо у вас есть вариант убить его по-честному. Но, сразу скажу, сделать это не так просто. Скирвер неплохо так колдует огненную магию. Также у вас есть всегда вариант забэкапить сейв. Если у вас не получится убить его и отбелить тенденцию персонажа, то вы можете отгрузиться. Либо у вас еще есть вариант сыграть по сети, и там уже кому-нибудь помочь убить Красного Фантома. Это также повысит вашу тенденцию персонажа. Ну что ж, ладно, раз уж я его отравил, оставлю ему немного жизни и попробую убить. И в отличие от тенденции мира, тенденция персонажа. Для этого даже не нужно перезагружать локацию или ходить в Нексус. Если кто не знал, тенденция персонажа указывается таким оком Саурона, который находится слева от вашей строки жизни, маны и выносливости. И Скирвер нам дает звериный талисман, который содержит интересный лор. Старый деревянный амулет с символическим изображением Старейшего. С его помощью можно использовать как магию, так и чудеса. То, что считалось символом Бога, на деле оказалось изображением Старейшего. в его звериной ипостаси. И это описание намекает на то, что нет никакой разницы между чудесами и магией. Все они происходят от таинства душ. А тот самый Бог, в Которого так верят клирики и молятся ему, есть никто иной, как Старейший, который пробудился и пылесосит все души у людей. Ну что ж, мы закончили со всеми мирами, кроме Балетарии. Куда нам и предстоит вернуться. Но перед тем, как проходить ее дальше, я хочу сделать один финт ушами. Как вы могли помнить, в одной из серий я убил Миральду Палача, тем самым понизив тенденцию этого мира. Но, если убить Пенетратора, Синего Дракона и Короля Аланта, то этого должно четко хватить для того, чтобы полностью отбелить эту локацию. Но есть еще один момент. После того, как мы убьем Короля Аланта, и даже если у нас будет чисто белая тенденция персонажа, Увековеченный не отдаст нам кольцо. Поэтому, чтобы получить кольцо друга при первом прохождении, нужно получить его до того, как мы убьем Короля Аланта. Сейчас моя тенденция в Балетарии находится на нейтральном уровне. Есть один хитрый лайфхак, как ее отбелить до белой тенденции, не убивая ни одного босса. Провернуть это можно далеко не во всех локациях, но в Балетарии это провернуть достаточно просто. И для этого нам нужно сначала зачернить эту локацию. Так как здесь у нас еще не чисто белая тенденция, нам нужно умереть здесь уже не 7 раз, а всего 3 или 4 раза. И да, как вы можете видеть, снимает они чертовски мало. Но есть другой вариант, как можно быстрее умереть. Это, например, сгореть на костре. Возможно, так же поможет, если я разденусь до гола. И вот мы полностью зачернили Балетарию. И чтобы нам потом повторно не затемнять Балетарию, лучше сразу же при чисто темной тенденции по ходу собирать еще и монеты. Поэтому опять возвращаемся в Нексус. Раскалываем мир. Одеваемся и идем в Балетарию. Мир теперь отзеркалился, все с другой стороны. Неудобно, но придется терпеть. Теперь нам нужно убить темного фантома Меральду. Я даже не буду собирать эти предметы. Это, скорее всего, просто обычная зеленая трава. Не будем себя нагружать этим хламом. Для проверки могу одну взять, да. Это обычная трава. И мы уже посещали это место. Раньше здесь была Меральда в физической форме. Теперь она же здесь находится в духовной. Отравляем ее через стену. И ждем. Ну что ж, я думаю, достаточно. Смотрим на тенденцию нашего персонажа. Да. Видите, она осветлилась. Стали видны летящие оттока искорки. Это признак того, что наша тенденция стала чисто белой. И также она еще и дает свой топор. Топор палача. Этим топором снесли множество голов. Он короткий, тяжелый, с толстой рукоятью. И может перерубить шею одним ударом. Во многих странах, в частности в Балитарии, такие топоры считаются орудием палачей. И потому ненавистны людям. И теперь самое главное. Ни в коем случае не возвращаемся в Нексус. Нам нужно добраться до локации 1.3 пешком. Сделать это на самом деле не так уж и сложно, как кажется. Противники тут простые. Все шорткаты уже открыты. А керамические монеты будут встречаться практически по дороге. Для пущего эффекта можно даже поставить кольцо вора, чтобы у вас было менее заметно. По сути, локацию 1.1 нам уже проходить не нужно. Сразу же проходим через врата, где мы убивали фалангу. На тропе Повелителя тоже не должно быть никаких либо проблем, так как Красного Дракона уже нет. Мы его убили. Но здесь, конечно, остались солдаты. Их достаточно много. Но если сильно не торопиться, то и эти солдаты не должны достать каких-либо проблем. Как вы можете видеть, складываются они с одного удара. Я даже ничего не буду собирать. Не буду тратить драгоценное время. И вот мы практически уже добрались до конца моста. Синеглазые рыцари также не должны достать каких-либо проблем. Так, и здесь нам нужно подняться наверх. Это не та дверь. Все в обратную сторону. И под этим столом лежит первая керамическая монета. Да, в Балитарии, в отличие от других миров, находится несколько керамических монет в каждой тенденции. И вот мы уже добрались до 1-3. Здесь надо уже быть немного более осторожным. Собаки. Урон здесь нам будут наносить уже ощутимый. Надо еще учитывать, что это чисто черная тенденция. Но, так как я поднял тенденцию своего персонажа, этим самым я повысил свой урон. Причем этот урон также складывается с бонусом к урону при тенденции мира. То есть чисто светлая тенденция персонажа и чисто светлая тенденция мира складывается, и вы просто становитесь практически имбой, выносящей все на своем пути. Да, Страва идет к Королю Аланту, но идет совершенно в другом направлении. Не будем ему мешать. Мы почти добрались до нужного наместа. Убивать пенетратора нам будет необязательно, чтобы осуществить нашу задумку. Достаточно будет убить первородного демона. Дело в том, что после того, как мы убили Меральду, мы как бы уже повысили тенденцию этого мира на 3. Но, учитывая то, что я не ходил в Нексус и не перезагружал локацию, то я как бы здесь нахожусь еще при чисто темной тенденции. Кстати, да, я разогнался. Мне нужно было здесь подняться наверх. по-моему, сюда я даже еще и не поднимался ни разу. здесь что-то лежит. Трава. Ну-ну-ну. Умирать мне сейчас никак не хочется. Трава начала заканчиваться. Ну, по-моему, у Томаса у меня там еще целый схрон травы. И вуаля, у нас здесь внизу находится первородный демон. Убивая его, мы поднимаем тенденцию мира еще на 3. то есть, итого у нас получается плюс 6. А также здесь еще и рядом в бочке должна была лежать монета. какого-то черта ее опять нет. Ну, ладно, черт с этой монетой. Мы подняли уже тенденцию этого мира. Я ничего уже не смогу поделать. Придется позже потом сюда еще раз бегать после того, как я в очередной раз зачерню тенденцию этого мира. Хотя нет, стоп, подождите. Здесь монета по-моему лежит при чисто белой тенденции, а при чисто черной она лежит в другом месте, более замудренном. Я вспомнил, где это находится. Здесь у нас ловушка при чисто темной тенденции. Немного было пройти немножко вперед и там перепрыгнуть через перила. Тенденция не сбросилась, но есть одно но. Мне опять нужно бежать с самого начала от этого обелиска, чего я не хочу делать. Мне проще будет потом зачернить эту локацию заново. Ну и давайте вернемся в Нексус. Вернем мир в обычное состояние и сходим к Увековеченному. Если в самом начале игры вы ему ответили да, то при чисто белой тенденции персонажа он подарит нам кольцо союзника. Загадочное голубое кольцо полученное от Увековеченного увеличивает силу атаки в облике дружественного фантома. Согласно воле последнего из Увековеченных это кольцо отправляет владельца на помощь воинам из иных миров, создавая выгодные обеим сторонам союз. Противоположность кольца недруга. Кольцо недруга также существует и его нам тоже предстоит еще достать. Возьмем огненный залп, луч души и на всякий случай защиту. Также со склада заберем еще травы и меч Макота. Потом объясню для чего я взял меч Макота. Хотя наверняка многие уже догадались. И давайте уже пойдем во внутренние покои и надерем уже наконец пятую точку пенетратору. давайте покажу как работает новая магия такие вот не очень мощные но очень быстрые шары давайте заодно еще поставим кольцо магической силы левую руку можно поставить крис и поиграть уже наконец за мага расстреливая всех издалека заклинаниями. блин астрала ты мне еще квест блин запари я надеюсь ты на меня не в обиде так и ладно похоже постреляли и хватит их да кстати как вы могли уже наверное заметить тенденция мироболитария у нас светлая то есть наш фокус удался но так можно добиться от чисто темной до просто светлой тенденции чтобы была чисто светлая тенденция нужно все-таки убить хотя бы одного босса и здесь нас встречает целая толпа противников спрятано трава да здесь просто можно нафармить огромное количество травы особенно когда тенденция светлая здесь трава валится практически с каждого второго и толстяк похоже понял что запахло жареным и решил ретироваться у нас нападает сразу три красноглазых рыцаря и на самом деле рекомендую просто от них убежать не стоит тратить на них свои нервные клетки пытаясь их как-то там растянуть был бы еще огненный шторм можно было бы проще с ними разобраться шторм и похоже пронзающий не очень-то тоже неволен работой чиновников в этом государстве пронзающий неплохой босс если бы ни одно но сражаться мне с ним придется вместе с гиором конечно если до этого спасли наконец-то немножко решил отвлечься на меня посмотрим на его сет будем убивать его очень быстро бьор бьор решил закимпериться за статуи атаки у него конечно очень размашистые а главное чтобы бьора не убить я слишком уже перекачан конечно для пенетратора поэтому я уже не стал подниматься выше 60 уровня и так уже боссы складываются практически с нескольких ударов конечно это не касается Алланта Аллант будет достаточно крепким противником ну вот чем не Зигвард не удивлюсь что в Элдон Ринге будет какой-нибудь такой же подобный персонаж в огромных доспехах который будет постоянно после очередной тяжелой битвы либо какого-то события засыпать серебряная душа демона по-моему из нее нельзя не сделать никакое заклинание но от оружия сделать можно обелиск демона известного как пронзающий башню короля символ старой болитарии терзает когти драконов пока седовласый король Аллан сидит на разбитом троне взирая на разоренные королевства кстати когда умирал пронзающий я забыл посмотреть на вылетающую из него душу очередного легендарного когда-то воина ну что ж на сегодня мы заканчиваем впереди нас ждет заключительная серия ну а с вами был как всегда голодный всем до скорых встреч и пока-пока